имя твое приветствуем вас на самом ярком, самом заводном и красивом обзор шоу про машинки задави авторитетом это идеальное шоу для нашей ведущей, где она может разбить тачку и ей за это ничего не будет если бы вы меньше пялились на Кристину, вы бы заметили, что сегодня мы тестим Hyundai Tucson а рассудят нас наши дорогие зрители и Оксимирон в русском автопроме Сергей Битяев маг антифриза и повелитель дорог Андрей Орел ведущие обзор шоу задави авторитетом соревнуются, кто лучше сделает обзор на автомобиль по пяти основным параметрам им предстоит испытать машину и свое искусство вождения после чего ведущие дадут оценку автомобилю побеждает тот, чья оценка ближе к мнению экспертов однако все может изменить бонусный балл от зрителей в студии кто же победит в противостоянии полов? скоро узнаем сегодня у тебя точно нет шансов а, так тебе говорят обычно девушки в баре, да? а что вы скажете о наших испытаниях? пишите в комментариях под этим видео давайте посмотрим тест-драйв давай я прочту давай итак, шок-контент в каком году начали выпускать Hyundai Tucson? в 2008, в 1978, в 2004 какой? наверное, в 2004 молодец ой сколько лет гарантии дает Hyundai на свои автомобили? обычная гарантия итак, дает 3 года, 5 лет, либо 8 лет сколько дает гарантии? 3 года ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Она сдала с десятого раза, а теорию с девятьсот пятидесятого. Узнав об этом, компания Hyundai первая запретила продавать ей свои машины. Стала разрабатывать модель для пожилых людей. И самое последнее подарила ей машину. Подарила ей машину. Молодец. Число акционеров компании Hyundai входит. Пенсионный фонд Кореи, компания Disney и компания Coca-Cola. Ну давай компания Disney. А, Корея, Корея, Корея. За границей есть миф, что наших водителей могут оштрафовать за езду без медведя, немытый автомобиль, ругань в адрес Путина. Медведя. Ай, Путина, 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 господи. Ай-яй-яй, первая. Немытый автомобиль. Немытый автомобиль. На самом деле название компании Hyundai произносит неверно. Согласно корейскому написанию, название компании должно читаться как Hyundai 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 Это имя твое. Да? Ормаз. А ты остроумная. Перед вами импровизированный пешеходный переход, по которому перемещается загадочная Таисия. Вы поздно замечаете несчастную. Ваша задача разогнаться и затормозить так близко до пешехода, насколько это возможно. Тот участник, кто-то тормозит ближе к Таисии, побеждает. Ближе к Таисии. То есть надо резко затормозить ближе к Таисии, но ее не сбить. Запомнил? Это тебя касается. Я это помню с первого раза. Другой вопрос сделай. Ой, да, что-то многоватенько, конечно. Открылся. Так, ой, господи. Главное, чтобы он не нажал на газ. 210. Ну, что скажешь? Скажу, что ты несколько раз затормозила, ты немножко не по правилам, поэтому держи. Боже мой, боже мой, мне казалось, что это так просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, господи, господи. Пугала девочку. Смотри, лужа какая, а? Что ты делаешь? На самом деле я очень сильно пугала. Так, давайте взглянем. Ну, молодец, молодец. О, молодец. Даже критиковать не хочется. Иди сюда. Хвалить тебя буду. Конкурс. Молодец. Конкурс. Да, сегодня ты молодец. Блин, на самом деле мне реально было страшно, правда. Но ты молодец. Ладно, держи. В этот раз ты заслужила. В испытании тормоз Кристина подъехала ближе к кукле. Напишите в комментариях, сколько сантиметров осталось до куклы. И кто будет ближе всех или угадает, получит... Получит либо деньги, если вы из Москвы, то комплект зимней резины или сигнализацию, или скидку на новую машину от наших партнеров Рио Авто. Я знаю, именно ты угадаешь. Вперед! Hyundai Tucson. 2 литра двигатель. 156 лошадей. Мне кажется, вот для меня это лично достаточно. Внешний вид. Посмотрите, какая прекрасная подсветка. Мне заходит. Не знаю, как вам. Вот эта машинка мне больше нравится. Она быстро разгоняется. Очень классно, быстро тормозит. Комфортная, красивая. Гладенькая, прозрачная. Отражаюсь я везде в ней. Клиренс. Обрати внимание. Шикарно, высоко. Она высокая. То есть, я везде на ней проеду. Она большая, вместительная. Поместятся все семьи, дети, мужья, друзья и все остальные. Салон. Здесь надо отметить, что салон очень комфортабельный. На руле джойстики ты можешь управлять, все спокойно, все ясно. Руль красивый, хороший. Очень легко, кстати, крутится. Панель напичкана нормально, но даже немножко с лихвой. Вот для меня сложновато разобраться вот с кондачка сразу. Очень проста в управлении, много разных кнопочек, экранчиков. В общем, я бы машину такую себе купила. Передача, подвеска очень интересна. Ведет себя мягко, плавно. В принципе, нареканий никаких. За салон даю девять, потому что кресло еще автоматическое. Лучше, извините, неудобно. За салон я бы поставила ей восемь. Ну, не десять, потому что это не Мерседес. А так она в целом очень даже хорошая, красивая, гладенькая, классная. Заднее место пассажира очень важно абсолютно. Пока мы везем тетю Галю в Челябинск, дядя Петя может уже умереть, потому что у нее ноги все время доставали. А здесь нормально, посмотри. Видал, ноги вроде нормально. Здесь можно бал накинуть, да? Не кожаные, конечно, сиденья, но тоже ничего. Обдув единственный дует отсюда. Все, он только в ноги, понимаешь? Поэтому здесь тоже минус один балл, девять. Идем дальше. Багажник. Вот что главное для внедорожника. Опа! Сел и едешь. Ну, или сумки загрузить. Посмотри, какое пространство, да? О, багажник-то какой-то. Знаете, можно сесть и смотреть кино с попкорном. Еще и пятером. И сзади еще кто-нибудь будет выглядывать. Достаточно высоко. Не все дотянутся. В общем, хочу сказать, что в целом меня автомобиль устраивает. За исключением того, что я уже сказал. Машинка быстрая, она разгоняется за девять секунд. Ну, правда, мне показалось, что, наверное, даже быстрее. Потому что я на ней разгонялась, тормозила, разгонялась, тормозила. И она это делала очень легко. Оценка за разгон, за скорость, за мощность двигателя. Давайте, пусть будет девять. Соотношение цена-качество. Вообще, машина хорошая. Если бы мне такую подарили, я бы с радостью, конечно, приняла. Но сама бы, наверное, не купила. Поэтому ставлю ей тоже девять. Я бы машину такую себе купила. В соотношении цена-качество девять из десяти. Мягкость подвески я поставлю десять из десяти. Потому что мне было классно, кайфово, комфортно. В общем, если что, дарите мне такую машину. Кустина, куку. Все нормально? Ты знаешь, я снова выиграю. Но ты можешь, конечно, попробовать. Или да? Доброе. А сейчас мы узнаем, кто сделал самый лучший обзор машинки Хендайт и Сон. Да тут и к эксперту ходить не надо. Конечно же я. А мы к нему не пойдем. Они сами к нам пришли. Слово нашим уважаемым экспертам. Спасибо. И, Андрей, охота на самом деле сразу же открыть небольшой секрет, почему именно Хендайт и Сон. Почему мы с тобой здесь собрались в качестве экспертов. А на самом деле Андрей уже три года владеет данным автомобилем. А продавал ему эту машину я. И вот как раз таки я хочу спросить, как тебе данная машина? Ну, я думаю, каждый владелец будет хвалить, наверное, свою машину. Ну, естественно, есть минусы, которые обозначены здесь. Итак, оценка. К цифркам. Да. Комфорт салона. Я поставил 9. Почти солидарен. Все-таки я не владею данным автомобилем. Но я помню то, что я тебе его продавал. Нахвалил как минимум. Поэтому я поставил 8. Не возвращать деньги. Сейчас три года. Чуть-чуть самокритики дали. Почему 8? Потому что многие мои клиенты, обыватели данного автомобиля, жалуются немного на неправильную регулировку сидения. То есть, прям вот не подберешься. Есть такое? Есть. Ну, нет, подобрать можно. Я, например, очень комфортно. Причем езжу на дальней дистанции очень часто. Поэтому, в принципе, я подобрал, и мне комфортно. Но потому как только я за рулем. Я не знаю, как остальные. У меня 9. Остальные говорят 9. У меня 9. Хорошо. Ну и мощность двигателя. Ой, вот это вот этот момент. Прости. Извините. Я тут ни при чем. Шестерочку поставил, потому что 2 литра все-таки. Он тяжелый. На трассе кондиционер, если еще работает. Ну, все-таки не хватает. Чуть-чуть не хватает. Чтобы кондиционер вот нормально работал. Весит он 2 тонны, и двигателем не хватает. Этого двигателя не хватает. Его даже не обновляли. На самом деле, такой же и здесь стоит, как у тебя. 2 литра, 149 лошади, динамика. Нет, поэтому оценка 7. О, да я даже больше поставил. У меня шестерочка. Чуть больше. А вот насчет мягкости подвески, как думаешь, у нас... Шестерочка, шестерочка. Потому что для меня он жесткий. В некоторых моментах, конечно, это правильно и полезно. Но мне хотелось бы плавности и хода добавить. Подвеску, то есть, для тебя... У меня 6. 6. Ну, в принципе, тоже неплохая оценка. Хотя у меня, опять же, 7. 5? Нет, нет. У меня 7. Ты же помнишь, как я хвалил тебя. Нахвалил, нахвалил. Мне, на самом деле, нравится. Думаю, для него достаточно этой подвески. Она достаточно энергоемкая. И, в принципе, 7 подходит. Я пытался какие-то минусы найти. Три года все. Все три года искал минусы. Да, да, да. Безуспешно. Удобство управления. Мне все устраивает. Все здорово. Поэтому, ну, наверное... Не наверное. Есть машина, где это удобнее сделано. Но здесь тоже все достаточно прилично. 8 баллов. Есть пунктик у меня. Потому что в некоторых моделях, обычно это в Миссубисе, я автоматически, скажем так, интуитивно не попадаю на клавиши боковые стекла. Здесь вопросов нет. Сразу положил руку и сразу под пальцем у тебя все, что нужно. Поэтому, ну, здесь вопросов нет. Восьмерочка четкая. Тут я тоже соглашусь. У меня тоже 8. На самом деле, мне удобно управлять данным автомобилем. все по-другому, все хорошо. И я не замечал каких-то... Потому что что-то меня бесило слишком. Нет, нет. Вот. Ну, и не идеал. Ну, есть, есть и по-комфорту. Идеал, поэтому восьмерка. И переходим к самому интересному соотношению цены и качества. Как ты думаешь? Ну, ты человек с подвешенным языком уговаривал хорошо. И, в принципе, цена была комфортная. Но для меня в тот момент была цена комфортная. Может быть, скидка была. Наверняка была скидка. Вот. Поэтому у меня 9 баллов. Ну, 10 это, наверное, бесплатно. Поэтому 9 баллов я поставил. На самом деле, Андрей, немного ухаживает. Я делал ему скидку. Потому что в действительности я поставил оценку меньше. Соотношение цены и качества у меня 7 баллов. Ну, немного дороговато. Хотя, чудои сейчас у нас в действительности бренд могут и взять много за бренд. Так я как раз и продавал Андрею машину. Нет, на самом деле, средняя комплектация полтора миллиона. Я считаю, что это достойная цифра. То есть, есть машины и менее достойные за эти деньги. Поэтому здесь все... Все правильно. Все правильно. И, Андрей, на самом деле, цифры-то у нас разные. А средний результат у нас одинаков. Это 7,6. У нас победила дружба. А у вас? Ты помнишь свои баллы? Да, 9,2. Ну, у меня ближе 84. Но ты не расстраивайся. Зрители опять проголосовали за тебя. Так что... Вы мои хорошие. Сегодня едем ко мне домой отмечать. Все? А я... Можно я буду зрителем? А я, да, 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 можно. Акспертов возьмете? Это был обзор шоу «Задави авторитет». Шоу, в котором соревнуется мужчина и женщина. Казалось бы, никакой интриги. По баллам выиграл мужчина. Но тебя вытащили твои зрители. И за это вам большое спасибо. Пока-пока.